Алексей Кудин и его ударная мощь не нуждаются в излишних представлениях. Семикратный чемпион мира по тайскому боксу в тяжелом весе всегда был готов продемонстрировать свой удар и на арене смешанных единоборств, что и привело к 20-победным нокаутам в 38 боях. Очень многие именитые соперники испытали на себе всю тяжесть и силу ударной техники Алексея. Сегодня мы с вами посмотрим бой, который прошел 25 декабря 2015 года на арене Химки в рамках турнира Mix Fight Combat. Соперником Кудина стал чемпион Украины по боевому самбо Евгений Болдарев. Спортсмен устрашающего вида, но с добродушным характером и бесстрашным сердцем. Евгений всегда был готов рубиться с любым соперником, чего стоят только два его боя против будущего бойца UFC же Эрзини Розенстрюка. Болдарев и сам обладал очень увесистым ударом и не раз справлял своих оппонентов в нокаут. Зрители ожидала схватка двух мощных ударников тяжелого веса, а значит нокаут был практически гарантирован. Дорогие друзья, мы рады, что наше видео пользуется такой популярностью. А вы даете нам обратную связь, и все вместе мы делаем наш канал еще интересней. За прошедший год благодаря вашей активности собралась отличная большая группа подписчиков. И поверьте, каждый из вас и ваше мнение нам очень ценны. Но все же, очень много зрителей продолжают смотреть наши видео без подписки, а значит могут пропустить немало интересного контента. Поэтому перед дальнейшим просмотром не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые бои из мира смешанных единоборств. Будем надеяться, что все у него впереди, ему вот борьбу подтянуть, это просто будет настоящая машина, машина, которая сможет уничтожать просто соперников любого уровня. Дорогие друзья, представлены вам соперника и первого настоящего света от меня в серии углу октагона. Большой, 34 года, рост 184 сантиметра, официальный вес 108 килограммов. Чемпион Украины по боевому самбо, чемпион Украины по унифайде. Евгений Болден! А сейчас представляю вам его соперника, стоящего справа от меня, в красном углу клетки. Ему 31 год, рост 185 сантиметра, официальный вес 111 килограммов. Восьмикратный чемпион мира по тайскому боксу из республики Беларусь, Минск Алексей Кудин! Восьмикратный чемпион мира по тайскому боксу из республики Беларусь, Минск Алексей Кудин против Евгения Болдырева. На матч ТВ в прямом эфире продолжается турнир Mix Fight Combat Химки 2015. Два настоящих богатыря, далеко за 100 килограммов вес 109, насколько я помню, Евгения Болдырева, 111 у Алексея Кудина. Да, практически одинаковый вес, и в этом компоненте полное равенство. Посмотрим, как будет развиваться поединок именно в первые минуты. Все-таки тяжеловесы выступают, и с тех самых лоу-киков, о которых говорил Вячеслав Василевский, начинает свои атаки Алексей. Да, выцеливает он совершенно явно своего визави. Так по-хозяйски Алексей Кудин занял центр клетки. И пока что так из-под лоби смотрит на него Евгений Болдырев. Кстати, движение, можем сказать, что не в очень правильную сторону Евгений Болдырев свое проводит. В сторону как раз сильнейшей правой руки Кудина он двигается. И в сторону сильнейшей правой ноги пока что ограничивается Кудин лоу-киками. Но что-то подсказывает мне, что вот если он сделает сейчас выпад именно в сторону головы соперника ногой, то есть хай-кик выбросит, то даже в случае, если он придется по защите, будут очень серьезные проблемы у Евгения Болдырева. Выцеливает, выцеливает у соперника Алексей. Кстати говоря, еще одну ремарочку можно сделать. Евгений Болдырев вновь у нас татуирован более чем достойным образом. А вот Алексей в этом компоненте абсолютно чист. И пытается также чисто попадать и аккуратно выцеливать соперника. Да, пока что продолжает лоу-киками разбивать Алексей Кудин своего соперника. Понятно, что Евгений Болдырев будет искать любую возможность для того, чтобы сократить дистанцию и пройти в ноги. Алексей Кудину. Но Алексей очень аккуратен. Он будет сейчас до последнего просто работать именно по нижним этажам. Видим еще один такой джеб по корпусу, апперкот навстречу. Но очень аккуратен Болдырев. Он понимает, что вот сейчас в начале схватки ни в коем случае нельзя лезть так на рожон, рискуя получить сокрушительный удар навстречу. Болдырев просто ходит, просто ждет. Ох, как сейчас попадает-то Болдырев. Навстречу здорово. Здорово. Но не теряется Алексей, не попадает он в гроги. И продолжает работать все-таки первым, первым атакующим номером в первом же раунде сегодняшней встречи тяжеловеса. Ну, там был размен, но все-таки вот именно попадание со стороны Болдырева выглядело более тяжелым. Еще один лоу-кик со стороны Алексея Кудина. Очень боится ошибиться Кудин. Это видно. Но в то же время вот эти его удары по корпусу сложно сказать сейчас, насколько для Евгения Болдырева они болезненные. Но это все не просто так. Если получает достаточно много по корпусу, спортсмен, он вынужден потом опускать руки для того, чтобы этот корпус защищать. И там, возможно, уже смена этажа, возможны удары именно в голову. Защитено плотно очень приходится удар справа в исполнении Кудина. Обратите внимание, уже руки у Евгения Болдырева так приопущены. Вряд ли можно говорить о какой-то недостаточности функциональной, в первую очередь, сейчас в течение трех минут. Темп неспешный совершенно. Вот сейчас навстречу опять только ринулся Евгений Болдырев. И сразу очень жестко правым прямым отработал Кудин. И уже очень больно Евгению Болдыреву. Каждое попадание идут навстречу сейчас бойцы друг к другу. Но Болдырев опасен, опасен в размине. Здесь, пожалуй, Алексею Кудину можно посоветовать продолжать. Вот в том же ключе уже очень сильно хромает Болдырев. И каждое попадание Кудина под вот этой правой ноге Болдырева отзывается. Отсуживает гримасы боли в том числе. И пытается отмечать он слева, но Кудин уже нащупал то место, куда он будет продолжать свои атаки. И, кстати говоря, навстречу также он готов перейти в любой момент на удар навстречу. И работать по этажам тоже характерно для этого бойца. Берет небольшую паузу. Ох, еще какой могучий удар. Буквально взлетает вверх нога Евгения Болдырева. И что-то подсказывает мне. Ну вот, возможно, эту минуту еще Болдырев в таком ключе продержится. Но потом ему надо обязательно что-то придумывать. Алексею Кудину не надо рисковать. Не надо идти сейчас на ближнюю дистанцию. Рисковать как раз должен Болдырев. Потому что вот эта работа на дальней дистанции его просто убивает. А точнее убивают вот эти вот смертоносные хайкики Кудина. Лоу-кики, конечно же. Все-таки многократный чемпион мира по тайскому боксу. Блестяще владеет именно этим компонентом. Совершенно неудивительно. Кстати говоря, и локтями-то владеет Алексей. Очень-очень грамотно. Но здесь пока ему это не требуется. А еще очередной лоу-кик в бедро с внешней стороны. Длинные шорты у Евгении мы не видим. Если там сейчас гематома. Но чисто визуально по поведению Болдырева можно сделать вывод, что чувствует он себя не очень комфортно. Да, прям уже и спады. И добивание, добивание. Все по мощнейшим просто удара. Ай, какой глубокий нокаут. И ведь этого можно было избежать. Сейчас, судя по всему, судороги у Евгения Болдырева. Там рефери изо всех сил пытается разжать сжатые челюсти. Евгения. Ну, какой же эпизод. Ну, понятно, здесь вряд ли можно обвинять Кудина. Он бил, потому что бой не был остановлен. Но нам, и опять же, рефери тоже мы не можем винить в этом эпизоде. Потому что, ну, упал Болдырев. И не было понятно, это нокаут или не нокаут. Все, он уже не был готов вот здесь, в этом моменте продолжать бой. А так как бой не был остановлен, два удара мощнейших в голову в область виска первой и второй туда же. Глубочайший накат в исполнении Алексея Кудина мы сейчас с вами наблюдали. Врачи колдуют над Болдыревом. Мы видели, уже лишь на штырем работали. Вот похоже, что чуть ли не кислородную маску сейчас будут одевать. Поливают водой. И похоже, что все-таки все в порядке с Евгением. Поднимается, поднимается с канваса. Ну что ж, действительно, достойно уважения этот спортсмен. Ну, развязка наступила очень неожиданно для него. Хотя, совершенно не неожиданно для Алексея. Эти лоу-кики он проводил раз за разом на протяжении всего поединка. То, о чем предупреждал Вячеслав Василевский, сработало. Ну и ничего, кроме, наверное, сочувствия и сострадания по отношению к Евгению Болдыреву, я думаю, сейчас многие телезрители не испытывают, потому что, еще раз повторюсь, вот этот глубочайший нокаут совершенно был необязательным. Просто так сложилось. И в этом нельзя винить ни Алексея Кудина, ни рэпери. Алексей делал свою работу. Рэпери не мог просто понимать вот в этом эпизоде, что все уже кончено. И в итоге вот такая развязка победы нокаутом. Мы, конечно, поздравляем Кудину. Он безупречно просто провел этот поединок. Ну и вот так все трагично в каком-то смысле сложилось для Болдырева. Отбита нога. И сейчас вот видим, что Бату Хасиков, многократный чемпион мира по кикбоксингу, разговаривает с рэпери. Мы не слышим, о чем идет речь. Но вот, в общем, видим, что рэпери тоже, в общем, судя по всему, раздосадован вот именно таким завершением этого поединка. Поздравляем Алексея с блестящей победой. Поздравляете его и Бату Хасиков, вручает победные три. Но все-таки оглядывается, оглядывается на Евгения, который поднимается, уже поднялся и покидает клетку. Взаимное уважение спортсменов, то, как и должно быть в мире смешанных единоборств, да и вообще в мире единоборств в целом. Смотрим еще раз. Ключевые моменты этого поединка в разменах. Болдырев был очень опасен, но, еще раз повторюсь, Худин был просто безупречен. Работа на дальней дистанции, то, как раз о чем говорил Вячеслав Василевский, и могучие лоу-кики, которые в итоге сыграли решающую роль по ходу этого поединка. Добавляем вместе с Иваном, я с тобой сегодня вечером. И еще несколько бескомпромисснейших поединка.